Здравствуйте! Это программа «Актуальное интервью» в студии Зайры Байчарова. Разговариваем о главном. С 4 по 8 апреля в Санкт-Петербурге проходила Всероссийская конференция руководителей ЦМИТ «Среда обитания». Ставрополье представляли руководители ЦМИТов «Вектор», «Орбита», «Геознанникум» и «Луч». О том, какую роль играют Центры дополнительного образования в экономическом пространстве регионов, нам расскажет руководитель Центра молодежного и инновационного творчества «Орбита» Наталья Сопрыкина. Наталья Герхардовна, здравствуйте! Здравствуйте! Какие госпроекты региональной программы курируют работу ЦМИТов по всей стране? С 2012 года в нашей стране в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» государство стало стимулировать открытие Центров молодежного и инновационного творчества. В настоящий момент по России таких центров уже открыто 256. У нас на Ставрополье эта программа действует с 2013 года в рамках региональной подпрограммы субсидирования части затрат субъектов малого предпринимательства на открытие и поддержания деятельности Центров молодежного и инновационного творчества. А финансируется откуда? Это из федерального или регионального бюджета? Вы знаете, каждый раз государственные программы немножко как-то меняют свои условия, поэтому там идет софинансирование. Небольшая часть, меньшая – это федеральный бюджет, а большая часть – это региональный бюджет, но и также присутствуют собственные средства предпринимателей. В целом, в чем отличие Центров молодежного и инновационного творчества от других организаций дополнительного образования для детей? Вы знаете, Центры молодежного и инновационного творчества изначально создавались, может быть, как такая некоторая замена устаревшим кружкам юных техник. Но постепенно, вот уже сейчас, спустя 10 лет работы программы, они выходят за эти рамки, и они стараются быть на острие передовых технологий образования. То есть мы же не можем отрицать, что система образования должна измениться. Она не может быть такой же, как 20 лет назад, когда у нас во главе всего образования стояла школа, как источник знания. И ребятам негде было получить знания, кроме как в школе, ну или, например, в библиотеке, лучше всего в Ленинской. Сейчас любые знания могут быть доступны абсолютно любому человеку буквально в два клика. И ЦМИ-то сейчас ведет свою роль не только в том, чтобы дать знания, но в первую очередь, чтобы научить детей учиться, чтобы использовать всю мощь современных образовательных информационных технологий для своего наилучшего развития. Ну, нашу программу мы начинали с новости, что с 4 по 8 апреля в Санкт-Петербурге проходила конференция, на которой присутствовали руководители всех центров молодежного и инновационного творчества, в том числе и наши, Ставропольские. Расскажите, пожалуйста, о конференции «Среда обитания». Почему такое название? Вы знаете, название выбрано организаторами не случайно. Оно говорит нам о том, что вот этот наш новый мир, в котором существуют ЦМИ-то, это и есть среда обитания для нас, для наших детей. И мы изменяем ее, и изменяемся сами. Вот, собственно говоря, обсуждению вопросов, как лучше всего изменяться, чтобы наиболее полно доносить до детей всю ту информацию, все те знания и умения, которые мы хотим им донести. Это проходило такой основной главной нитью через всю конференцию. А это вообще ежегодная конференция или это новый какой-то проект? Вы знаете, эта конференция стала уже восьмой. Они проводятся ежегодно. Ну, к сожалению, в прошлом году по понятным причинам она не проводилась. В 2019 году это была конференция в Махачкале. В следующем году мы с коллегами договорились увидеться на Алтае, в Алтайском крае. Поэтому мероприятие ежегодное, но, конечно же, вот именно эта конференция в Санкт-Петербурге и в силу его, наверное, исторического значения, она стала особенной. Она собрала, во-первых, довольно большое количество участников. Там было более 80 руководителей ЦМИТов, а также сотрудники ЦМИТов. И эти четыре дня были настолько насыщены информацией, новыми знаниями, общением, что, пожалуй, эта конференция, наверное, стала какой-то особенной для всех для нас. А каковы цели и задачи этой конференции? Для чего собираются руководители? Что обсуждают? Вы знаете, ну, самое главное, пожалуй, для нас, это почувствовать товарищей. То есть почувствовать, что мы не одиноки. Вот эти 10 ЦМИТов, которые есть у нас в Тавропольском крае, они не являются каким-то островком в безудержном, бушующем, абсолютно безумном мире, который не поддерживает наши цели. Очень важно увидеть своих товарищей, понять, что они ставят перед собой такие же цели, что мы вместе хотим развивать наших детей. Ну и, конечно же, очень знаковым мероприятием для всех участников встречи является традиционная встреча с Иваном Михайловичем Бортником. Это абсолютно легендарная личность, основатель и долгое время руководитель фонда «Содействие и инновации». В нашей стране для развития центров молодёжного и национального творчества он сделал больше любого другого человека абсолютно. Многие годы он поддерживает ЦМИТ, он постоянно с нами взаимодействует. Очень много программ фонд «Содействие и инновации» он проводит. И все они направлены на развитие ЦМИТов и на развитие, соответственно, наших детей. Он рассказывал нам в этот раз очень интересную информацию о том, что мы должны рассчитывать друг на друга. О том, что Ассоциация ЦМИТов, Всероссийская и Региональная Ассоциация ЦМИТов — это вот та самая сила, тот самый мощный кулак, который способен пробить броню, наверное, какой-то, если можно так сказать, образовательный вакуум, который часто присутствует у наших детей. Помимо этого, конечно же, семинары, тренинги, обмен лучшими практиками. За эти четыре дня мы выслушали очень много коллег, мы все очень разные, каждый делает что-то своё. Мы обменялись, естественно, контактами, завязали новые знакомства, которые в дальнейшем планируем использовать в своей деятельности. Вы сказали, что конференция проходила четыре дня, но это достаточно большой срок. Я думаю, удалось обсудить очень многое. Если можно поподробнее, в первый день что проходило, во второй день, третий и четвёртый, соответственно? Вы знаете, в первый день мы были в одном из старейших ЦМИТов России и в одном из старейших университетов. Политехнический Санкт-Петербургский университет, или, как они сами себя называют, Политех Петра. Это огромный университет, техническая направленность в основном присутствует у него. Там проходили у нас встречи с Иваном Михайловичем Бортником. Это была вдохновляющая лекция от бизнес-инвестора, очень замечательного человека, который конкретно рассказывал, как наши технологические проекты можно вывести на рынок. И давал абсолютно конкретные рекомендации к действию. После этого проходил обмен лучшими практиками. Мы слушали ведущих производителей оборудования, которое может быть использовано в ЦМИТах. Это оптоволоконные лазерные станки, квадрокоптеры, образовательные программы. И, вы знаете, настолько насыщенный был первый день, что мы должны были закончить в 8 часов вечера, а закончили уже около 10 часов вечера. И решили все абсолютно единогласно пожертвовать даже экскурсией по Санкт-Петербургу, которая была запланирована организаторами. Настолько насыщенное было мероприятие. Второй день был обмен лучшими образовательными практиками. Мы слушали, слушали, слушали коллег, которые работают в самых разных направлениях. Кто-то работает при колледже, при вузе, кто-то организовал свой ЦМИТ при школе, кто-то существует отдельно, как ООО или индивидуальный предприниматель. И все эти люди делились своими, естественно, в первую очередь успехами. И также очень полезно было послушать об не совсем, может быть, каких-то удачных практиках, о чужих ошибках, о негативном опыте. И настолько открыто взаимодействуют между собой все руководители ЦМИТов, что ты не стесняешься рассказать о своих каких-то неудачах, потому что понимаешь, что эта информация может быть полезна твоим коллегам. Рассказывали о программах Министерства экономического развития, региональных, потому что везде они немножко разные. У кого-то что-то появляется раньше, у кого-то что-то появляется позже. Ну и, конечно же, обязательно фиксировали всю эту информацию, чтобы уже впоследствии узнать, какие программы могут быть реализованы у нас в Ставропольском крае. А вы как руководители Центра Орбита с каким материалом выступали, о чем говорили? Вы знаете, мы слушали. То есть слишком много было руководителей, то есть не было возможности всем выступить, да? Да, да. Вот порядка 80 человек, ну где-то около 12, может быть, 15 докладчиков мы заслушали во второй день. Конечно, это были в основном ЦМИТы, которые работают давно, с 2012 года, с 2013 года. Нам очень интересен их опыт, потому что вот мы работаем три года. И, конечно, они уже прошли тот путь, на котором мы сейчас. И здесь было, что обсудить у нас. В третий день у нас организаторы предусмотрели очень интересное совмещение. Мы совместили обзор Центра молодёжного и инновационного творчества, который размещен не на базе школы или колледжа, а на базе Центра «Мой бизнес». Это очень интересный симбиоз, который уже где-то реализуется в крупных городах. Нам было интересно очень перенять их опыт. А сам этот Центр располагается в старинном городе Выборги. Организаторам удалось немножко времени отвезти для экскурсии по Выборгу. Это, конечно, тоже было для нас очень интересно, то есть узнать немножко истории своих северных городов. А в четвёртый день у нас проходил большой тренинг, на котором мы, разделившись на команды, вырабатывали стратегии развития Центров молодёжного и инновационного творчества до 2025 года на базе различных учреждений. Естественно, всё это было сформировано в какой-то итоговый документ конференции, который будет уже направлен в соответствующие органы и станции для того, чтобы он мог быть там рассмотрен. Наталья Герхардовна, Вы как руководитель Центра Орбита, Центра дополнительного образования для детей, какой опыт извлекли для себя из этой конференции? Звучали какие-то интересные идеи, методы обучения, которые Вы подумали, что неплохо было бы внедрить и у нас? Вы знаете, да, у ребят из Тюмени мы подхватили очень интересную идею по созданию компьютерных игр. Нас эта тема интересует, но у них интересный опыт работы на других платформах, мы обязательно продолжим с ними взаимодействовать. Руководитель Цмитов из Пензы, тоже очень Тимбаев Денис, легендарный человек для наших Цмитов, он доносил до нас идею о том, что мы должны развивать не только хардовые, тяжёлые так называемые профессиональные навыки, и соус, да, мы об этом говорили с Вами. Порили, ломали копья, но в итоге, конечно, в споре всегда рождается истина, и мы пришли к единогласному в итоге мнению, что Цмиты — это не какое-то место для уникальных, одарённых, суперталантливых детей. Цмиты — это место для всех, и любой ребёнок в нашем современном мире может найти свою профессию, быть в ней успешным. Задача Цмитов — помогать, направлять, реализовывать какие-то тьютерские программы, помимо развивающих и образовательных. И также не могу не отметить, что самым основным нашим достижением, основным нашим новым партнёром стал один из старейших Цмитов. Это Цмит города Томска, школа цифровых технологий. Ребята при поддержке Фонда содействия инновациям создали абсолютно уникальный бизнес-проект для наших детей, бизнес-игру, который называется «Школьный акселератор». Вот сейчас мы готовим наших ребят к входу в этот акселератор, они примут в нём участие. Каждая команда разработает свой бизнес-проект, и по итогам, во-первых, победители, конечно, будут награждены ценными призами. Самые-самые лучшие команды получат по 10 тысяч рублей, которые, как мы надеемся, они смогут потратить на реализацию и дальнейшее развитие своих проектов. А также все эти проекты, те, которые пройдут отбор, они примут участие в конкурсе «Шустрик». Это конкурс Фонда содействия инновациям, который является такой начальной ступенью. Помимо него там есть много других конкурсов, в которых наши ребята смогут принять участие в дальнейшем. А также очень заинтересовал нас последний конкурс, который курирует лично Иван Михайлович Бортник. Проект называется «Спейс Пи». Он заключается в том, что ребята при помощи профессионалов моделируют космические спутники и запускают их на орбиту. Вот в реальной жизни. Они прямо, находясь на космодроме, с участием взрослых, они запускают свои спутники на орбиту. И впоследствии не просто забывают об этом. Запустили, ну и хорошо. Они продолжают получать с них данные, отслеживать эти данные. Проект очень интересный. И мы надеемся, что нашим ребятам тоже удастся принять в нем участие. Да, звучит очень многообещающе. А вот чуть раньше вы говорили о том, что руководители рассказывали не только о своем опыте и достижениях, но и о проблемах, сложностях и ошибках. Здесь для себя что-нибудь почерпнули интересного? Основное, вы знаете, не сдаваться, не пасовать перед трудностями и всегда помнить, что мы делаем хорошее дело. За нами правда и нужно добиваться своего. То есть СМИ, особенно в прошедший коронавирусный год, часто попадали в абсолютно разные ситуации, связанные с финансами, связанные с нарушением обязательств. Но во всех этих обстоятельствах важно помнить, что за нами стоит государство, что государство поддерживает нас. Ну и, естественно, опираясь на него, нужно действовать в соответствии с обстоятельствами. Ну вот съездили на конференцию, многое увидели, многое услышали. Теперь какие-то новые программы, направления планируете использовать в работе Центра Орбита? Да, вы знаете, мы запускаем летом уже новый курс, направленный на развитие у ребят навыков пайки и лазерной резки. Вот такое сочетание двух моментов по мотивам работ наших ульяновских коллег. Ребята очень подробно рассказали о своей практике, выделили готовность поделиться учебными материалами. Мы планируем летом уже запуститься. Помимо этого, конечно же, школьный акселератор. Попытаемся войти в проект Space P и запустить, я надеюсь, к сентябрю новые курсы по созданию компьютерных игр. А если можно чуть подробнее, что это за программы такие, которые вы собираетесь запустить? В чем они заключаются? Ну это новые курсы, это новые возможности для наших ребят. То есть вот те направления, которые есть у нас сейчас, робототехника, электроника, основы программирования, программирование на питон, они нам хорошо знакомы. Мы также делимся вот сейчас уже по итогу ими с коллегами. А те направления, которые мы привезли, ну такого у нас еще не было. А так, имея возможность уже обработанный, опробированный, отлаженный какой-то учебный курс запустить у себя благодаря поддержке коллег. Если говорить о 2021 годе, вот как вы начали работать? 2020 сильно отличался от нынешнего года. Вот сейчас как уже идет работа в центре орбита? Вы знаете, мы стараемся, да и практически можно сказать, что мы уже вошли в обычную рабочую колею. Все неприятности прошлого года остались позади. Работаем, развиваемся. Сейчас идет усиленная подготовка к отборочным национальным финалам чемпионата WorldSkills, который уже совсем скоро состоится в Москве. Прямо сейчас наши ребята проходят заочные задания конкурса регионального этапа Агро-НТИ по направлениям агророботы, агрокосмос и агробио. Помимо этого, конечно же, готовимся к Дню Победы. Для нас это большой праздник. Мы всегда устраиваем тематические мастер-классы, на которых ребята сами могут сделать какие-то сувениры, георгиевские ленточки или еще что-то, чтобы ощутить свою причастность к этому великому событию. И уже потихонечку задумываемся о том, что лето не за горами. Нам нужно подготовить на каникулы какие-то интересные, полезные мероприятия для наших ребят. Ну, расскажите, пожалуйста, какой совет вы дадите родителям, чтобы отдых для детей был не просто приятным, но и полезным? Вы знаете, первый мой совет не отличается оригинальностью. Чтобы отдых был полезным, нужно обязательно ограничить время, которое дети проводят за гаджетами бесконтрольно. Ни в коем случае летом на длительных таких каникулах нельзя оставлять их наедине с компьютерами, телефонами и смартфонами на длительное время. Дети должны двигаться, они должны дышать, их свежим воздухом, они должны как можно больше времени общаться со своими сверстниками в реальном мире. Но я думаю, сейчас очень много программ различных родительского контроля, которые позволяют такие вещи регулировать. А для того, чтобы каникулы прошли с пользой и для ума, конечно же, родителям стоит потратить какое-то время, может быть, даже довольно большое, один-два вечера, и найти для своего ребёнка соответствующие развивающие программы. Либо в соседнем ЦМИТе, в Кванториуме, в Кружке детского творчества. Может быть, даже это будут какие-то дополнительные курсы в интернете. Их сейчас довольно много. Найти какие-нибудь интересные развивающие программы в интернете довольно много сейчас, в том числе и бесплатных курсов, на которых ребёнок может получить новые полезные для себя хардовые навыки. А что может предложить Центр Орбита для детей, которые летом выйдут на каникулы? В первую очередь мы устраиваем кратковременные интенсивные курсы для тех ребят, которые давно хотели посещать наш Центр, но по каким-то причинам сделать этого не могли. Либо, если говорить о старшей и средней школе, это большая загруженность в течение года обычной школой, дополнительными кружками. Если говорить, например, о детских садах, то мы не принимаем детей с шести лета, вот когда они уже выпускаются, им уже семь, они почти школьники. И мы рады их видеть на коротких интенсивных курсах, которые позволят им попробовать понять, нравится, не нравится, стоит ли этим дальше заниматься или нужно поискать для себя что-то ещё. А для тех ребят, которые у нас занимаются в течение года, в июне и в начале июля, конечно же, мы устраиваем интенсивные мастер-классы, которые в основном связаны с некоторой сменой деятельности. То есть, если в течение года ребята занимались робототехникой, то летом мы стараемся загрузить их 3D-моделированием, или электроникой, или пайкой, ну и наоборот. Мы хотим, ну, небольшая перезагрузка, она всем на пользу. Вот по поводу малышей интересно. Вы сказали интенсивные курсы, а чему там будут обучать? Какие направления есть? Есть два основных направления. Это основы робототехники. То есть, мы рассказываем ребяткам, что такое роботы. Как вообще понять, робот перед тобой или просто машинка, управляемая на пульте? Они сами собирают простейшие какие-то свои механизмы и, конечно же, готовятся к программированию. Изучают азы программирования в очень простых и доступных для них программах. А второе направление для ребят, наверное, которые, ну, может быть, хотят больше, чем просто робототехника, это основы электроники. Направление тоже очень интересное. Оно включает в себя ряд уровней сложности. Оно позволяет ребятам понять, как работают приборы вокруг нас. Ну, а сейчас хотела спросить, вот если ребёнок решил поступить, ну, ходить в центр орбита, что для этого нужно, какие документы и когда начинаются занятия? Вы знаете, основной блок занятий, конечно же, начинается с 1 сентября. Для этого нужно найти нас в любой соцсети либо на нашем официальном сайте в интернете. Там указаны все контактные данные, связаться с нами и в дальнейшем мы уже подберём ту траекторию развития, которая для ребёнка будет оптимальной. И вопрос как раз про выпускников школы. Вот школу они закончили, а что происходит с центром СМИ? Они продолжают туда ходить? Вы знаете, ну, в силу того, что город Изобильный находится очень близко к краевому центру, у нас, в принципе, отсутствуют учреждения среднего и высшего профессионального образования. Поэтому большинство наших ребят, закончив школу, уезжают, чаще всего в наш краевой центр. Конечно же, лучших выпускников, у которых есть желание продолжать заниматься инновациями, мы обязательно передаём нашим старшим товарищам, например, в ЦМИД «Вектор», Ставропольский аграрный университет. И стараемся не бросать ребят, а следим за тем, как складывается их дальнейшее профессиональное будущее. Помимо этого, у нас уже есть опыт, что выпускники, которые год проучились где-то далеко, в более далёких вузах, возвращаясь летом, обязательно приходят к нам в ЦМИД, рассказывают о своих успехах, узнают, как дела у нас, и мы привлекаем их к работе со средними школьниками, с ребятами 10-12 лет. Ну, во-первых, как такая некоторая помощник преподавателя, а во-вторых, мы хотим, чтобы они рассказывали младшим своим товарищам о выборе профессии, не пожалели ли они о нём, как вообще проходит у них студенческая жизнь. Ну, и, конечно, мы надеемся, что эти ребята, когда они закончат уже свои высшие учебные заведения, может быть, кто-то из них даже вернётся к нам в центр и пополнит ряды наших преподавателей. Ну, сейчас принято считать, что дети стали очень неактивны, сидят все в гаджетах. Вот по итогам конференции что можно сказать? Насколько активно дети откликаются и ходят в Центры Молодёжного инновационного творчества? Вы знаете, очень серьёзную проблему вы затронули, Замера. Действительно, дети очень неактивны. Они живут в меняющемся, непредсказуемом мире. И уже доказано учёными, что среднее время концентрации ребёнка на чём-либо составляет 8 секунд. Конечно, в таких условиях удержать внимание ребёнка, заинтересовать его очень трудно. И это и было основной из тем, которыми коллеги наши делились друг с другом. Это огромная-огромная-огромная проблема. Как удержать внимание ребёнка, как научить их концентрироваться. Да, в первый момент, когда им очень интересно, когда это всё для них ново, они схватывают знания буквально на литоне. Они их буквально из воздуха черпают, узнают, что-то делают дома. Но когда момент вот этой новизны утрачен, на самом деле тут уже педагогам приходится очень серьёзно пригаться, если можно так сказать, и постоянно обновлять наши программы, обновлять наши курсы для того, чтобы сохранить качество образования, но при этом и сохранить интерес детей. Но если взять 10 детей, вот из 10 детей, сколько детей остаётся до конца учиться в ЦМИТе? Вы знаете, около 6. Но это неплохой результат. В прошлом году я считаю, что это очень хороший результат, потому что мы должны понимать, что кто-то из детей всё-таки связывает свои будущие какие-то профессиональные навыки не с техникой, но тем не менее 6 из 10 – это достойный показатель. Конечно, мы будем стремиться его как минимум сохранить, а лучше даже и повысить. Ну и последний вопрос связан с профориентированием. Эта тема сейчас очень актуальна и обсуждается. Как помогают Центры молодёжного и инновационного творчества определиться детям с профориентированием, с будущей профессией? Вы знаете, оборудование Центров молодёжного и инновационного творчества позволяет молодым людям погрузиться в цифровое современное производство и понять, как происходят многие процессы на производстве, какие навыки нужны для того, чтобы стать успешным инженером-конструктором, например, или овладеть навыками фрезеровки или навыками работы со станками ЧПУ. Во-вторых, постоянно мы проводим со своими ребятами различные мероприятия, которые направлены на знакомство с новыми профессиями. Стараемся по ситуации, конечно, выезжать на экскурсии на какие-то предприятия, которые расположены здесь у нас, в Забильницком районе или за его пределами. Поддерживаем связь с нашими коллегами из СМИТа «Вектор», которые находятся при высшем учебном заведении. А для тех ребят, которые уже находятся на пороге окончания школы, для девятиклассников, мы, конечно же, подпираем нужное им тьютерское сопровождение. То есть мы пытаемся вместе с ребёнком, вместе с родителем проанализировать, так ли ему, например, нужно получать высшее образование, стоит ли ему идти в девятый, десятый, одиннадцатый класс, или, возможно, для него более лучшим путём будет получить среднее профессиональное образование. Помогаем, рассказываем про вузы, про новые специальности. Поэтому я думаю, что СМИТы всем, абсолютно всем помогают в профориентировании, ребят. Ну что ж, хочется сказать большое спасибо Центрам молодёжного и инновационного творчества за всё, что они делают для наших детей. Спасибо большое, что рассказали так подробно о конференции. Пожалуйста, подключайтесь к нам, приезжайте к нам в студию, рассказывайте ещё. С огромным удовольствием спасибо вам за внимание к нашей работе. Это была программа «Актуальное интервью». Не переключайтесь, оставайтесь с нами и смотрите своё ТВ.